В этом видео я расскажу, как решить проблему подтверждения личности и убрать ошибку от Сенс, если были израсходованы все попытки, а также как подтвердить свой адрес без получения пин-кода или если все попытки его получения были также израсходованы. Возможно, оно кому-то окажется полезным, поскольку я недавно столкнулась с данной проблемой и также не могла нигде найти информацию о ее решении, и обратила внимание, что таких людей на форуме оказалось немало, а некоторые эксперты из форума давали совсем неутешительные ответы, из разряда «если система не предложит вам ссылку для загрузки документов», значит ваш аккаунт уже подтвердить невозможно, и на этом ваше сотрудничество с Сенс закончено. Мне, к сожалению, дали всего одну попытку подтвердить свою личность, после чего форума подтверждения личности уже не работала и не давала загрузить повторно паспорт после всех исправлений личных данных. При ее нажатии появлялось вот такое окно. Поэтому старайтесь все правильно заполнять уже с первого раза, чтобы потом не было проблем. Важно, чтобы ваши личные данные, имя, фамилия, адрес проживания и дата рождения совпадали вплоть до буквы, как в паспорте, который вы предоставляете на проверку для подтверждения вашей личности, так и в вашем аккаунте AdSense, который вы заполняли. То есть все данные должны быть идентичны и на одном и том же языке. У меня была проблема, связанная с языком. Я прислала заграничный паспорт, где имя и фамилия были указаны на английском и украинском языках, а в аккаунте AdSense имя с фамилией были написаны на русском языке. В результате я исправила имя и фамилию в аккаунте AdSense на английский язык, а все остальные данные указала на украинском языке. Также я изменила в Google аккаунте язык на украинский, чтобы дата рождения также была написана украинским языком. После этого мне удалось правильно заполнить налоговую информацию США в аккаунте AdSense, и ее наконец одобрили. При ее заполнении было важно указывать имя и фамилию, а также адрес на английском языке. Как ее правильно заполнять, есть несколько видео в YouTube. С этим проблем, я думаю, не возникнет. Если у кого-то будут вопросы, можете писать в комментариях. Я постараюсь ответить. Однако одобренная налоговая информация ошибку AdSense не исправила, и личность мою так и не подтвердили. А все письма ввели к справочному центру YouTube, где очень много информации и очень сложно достучаться до техподдержки. Однако все-таки возможно. И я расскажу, как мне удалось это сделать. Сначала я перешла по ссылке в письме и в справочном центре нажала на значок «Связаться с нами». После чего появилась форма с вопросом «Чем мы можем вам помочь?». Я написала, что не могу подтвердить свою личность. Мне было предложено несколько вариантов по моей проблеме, после чего я нажала следующий шаг. Далее система предлагает уже зарегистрированные и созданные другими людьми темы с подобными проблемами и ответы экспертов на эти проблемы на форуме. Если после их изучения вам не удалось решить ваш вопрос, то вы выбираете следующий шаг и создаете собственную тему, описав свою проблему в ней, где вам также будут отвечать эксперты, которые не являются сотрудниками или техподдержкой YouTube и Google. И все их ответы будут сводиться к вашему самостоятельному изучению и решению своей проблемы посредством предложенных ими ссылок на справочный центр YouTube. А чтобы решить такую проблему, как у меня, где больше нет попыток подтвердить личность, и форма подтверждения не работает, нужна связь именно с техподдержкой, то есть реальными людьми. А с ними связаться сложно, так как большинство проблем, особенно связанных с подтверждением личности, система направляет решать их в сообщество, то есть на форум с экспертами, которые просто могут подсказать пути решения, но в моем случае решить проблему не могут. Если в справочном центре вы будете указывать тему вопроса подтверждения личности, то связь по электронной почте с реальными людьми и с техподдержкой предлагаться не будет. У меня получилось связаться с техподдержкой, когда я указала другой вопрос проблемы. Проблемы с аккаунтом AdSense или подтверждение адреса AdSense. При таком выборе проблемы мне было предложено, помимо связи с сообществом, связь по электронной почте с техподдержкой. Выбрав этот вариант, у меня открылась форма, где я заполнила свои данные – имя, фамилия и ссылка на свой канал. После чего описала свою проблему и прикрепила несколько документов – гражданский паспорт с пропиской и заграничный паспорт, а также скриншоты того, что не получается подтвердить личные данные, так как ссылка подтверждения уже не работает. И, конечно, попросила со мной связаться. Через пару дней пришел ответ от техподдержки. Кстати, если писать просто так именно этот электронный адрес, ответа не будет. Важно именно зарегистрировать свое обращение через справочный центр, как я показала, на который потом с этой электронной почты придет ответ с отметкой номера вашего обращения. Иначе они не отвечают на ваши письма, проверено лично. После того, как со мной связалась техподдержка, я еще раз отправила им свои документы, все листы гражданского паспорта, чек об оплате мною коммунальных услуг по прописанному адресу и первую страницу заграничного паспорта. Мне снова пришел ответ, что они направили мой запрос к команде специалистов и ждут обновлений. И как только они появятся, они сразу со мной свяжутся. Через несколько дней пришло письмо о подтверждении личности. Когда же я зашла в Асенс, я увидела, что помимо личности подтвержден еще и адрес. Наверное, потому что я предоставила чеки с оплатой коммуналки и показала прописку в паспорте с указанным мною адресом. Поскольку изначально после подтверждения личности вам на почту проживания должны отправить пин-код, который вы получаете спустя 2-4 недели и должны указать в аккаунте Адсенс, тем самым подтвердив свой адрес. В моем же случае из-за возникшей проблемы удалось получить сразу двойное подтверждение. Поэтому у кого есть проблемы с пин-кодом или подтверждением платежного адреса, проблема решается аналогичным образом в связи с техподдержкой, как в моем случае, и предоставлением как можно большего количества документов и информации. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь на них ответить. Да, кстати, у многих возникает еще проблема сфотографировать свой паспорт для подтверждения личных данных. Не совсем понятно, в каком виде он должен быть. Поэтому показываю вам пример, как я сфотографировала заграничный паспорт и гражданский по совету из сообщества справочного центра. Прикреплять паспорт нужно в форме подтверждения личности, только один на выбор. Также показываю пример, как нужно заполнять платежные данные и где их редактировать в вашем аккаунте AdSense, чтобы удалось подтвердить личность с первого раза. На видео вы можете увидеть пример правильного заполнения данных. Очень важно, как я уже говорила, чтобы те данные, которые вы тут заполняете, сходились вплоть до буквы и языка с теми данными, которые вы будете указывать в форме подтверждения личности, а также с данными из вашего паспорта, которые вы будете прикреплять. В моем случае был заграничный паспорт, поэтому имя и фамилию я указала английскими буквами, как в загранпаспорте, а все остальные данные были указаны на украинском языке. И как я уже говорила ранее, раскладку языка я также сменила в своем Google аккаунте на украинскую, чтобы форма заполнения, дата рождения и вообще весь текст панели инструментов были на украинском языке, как в паспорте. Если же у вас паспорт весь на русском языке, то, соответственно, вы все заполняете на русском языке. Только в налоговой информации при заполнении важно писать имя и фамилию, а также адрес проживания английскими буквами. Это же касается и тех, кто заполняет все данные на украинском языке. Только они адрес должны указывать английскими буквами, но с украинского языка, как он пишется. Повторюсь, эти нюансы касаются заполнения формы налоговой информации. Более детальное ее заполнение ищите в видео в YouTube. Их там хватает. Надеюсь, эта информация окажется кому-то полезной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!